Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Тема дня». Сегодня мы будем говорить о вооруженных силах и службе по контракту. По этому случаю мы пригласили к нам в студию начальника пункта отбора на военную службу в контракту города Ульяновска Евгения Токмакова. Здравствуйте, Евгений Петрович. Что нового в российском законодательстве, в российских вооруженных силах, конечно же, в нашей теме, которую мы сегодня обсуждаем, в службе по контракту? Ну, новое. Может быть, для кого-то новое, для кого-то нет. С 2013 года в каждом субъекте Российской Федерации работают такие военные организации. Называется пункт отбора на военную службу по контракту. Военный комиссариат занимается гражданами, поддерживающими призывы на военную службу по призыву. Мы занимаемся отбором граждан для прохождения военной службы по контракту в любом субъекте Российской Федерации. И, получается, граждане, кандидаты, которые каким-то образом изъявили желание или захотели служить по контракту, они уже обращаются не только по месту постановки на военский учет, но и обращаются непосредственно, если в городе находятся, приходят к нам в пункт отбора на службу по контракту. Какие требования предъявляются к гражданам? Во-первых, возраст. Минимум 18 лет, минимальный, максимальный 40 лет. Но здесь еще учитывается тот фактор, заключал ли в прошлом гражданин контракт с Министерством обороны, либо нет. Может быть, срок будет увеличен. Но так 18-40 лет. В какие города можно получить направление для прохождения службы? Города могут быть любые. На сегодняшний день практически в каждом субъекте Российской Федерации есть воинские части. То есть воинские части по сегодняшнему принципу комплектования формируются и комплектуются по какому-то процентному соотношению военнослужащих по призыву и военнослужащих по контракту. В общем, коротко отвечая на вопрос, в каждой воинской части, в каждом городе есть должности для контрактников. Поэтому гражданин, обращаясь на пункт отбора, может выбрать себе, в принципе, любое место прохождения службы, где есть воинская часть. Допустим, он не может поехать в город, где нет воинской части, соответственно, куда он поехать не сможет. А так, любой город от Калининграда и до гряды Курильских островов значение имеет. В требованиях, вернусь назад, мы с вами не оговорили состояние здоровья. Это важно? Это важно. Состояние здоровья будет учитываться. Гражданин проходит военно-врачебную комиссию сначала по месту прописки, регистрации, где гражданин находится на учете на воинском, он проходит медицинскую комиссию. И после этого прибывает сюда, в город Ульяновск, проходит военно-врачебную комиссию. И уже военно-врачебной комиссией выносится вердикт, то есть заключение. И выставляется категория годности либо А, А1, либо Б годности с незначительными ограничениями. Категория годности будет влиять на воинскую часть в первую очередь. То есть если гражданин по здоровью, годности у него А, А1, он имеет право, у него более широкий спектр выборов воинских частей. Он может быть десантником, он может быть подводником, он может служить на флоте где-нибудь. Ну и соответственно категория, допустим, у него будет уже ниже, чем А, то у него немножко сузится выбор воинских частей. Вот это влияет, то есть возраст, здоровье, после этого идет образование. Это все влияет на то, чтобы гражданин выбрал все воинскую часть и понял, куда ему можно пойти, куда нет. Если гражданин не проходил срочную службу или, как это правильно, службу по призыву? На сегодняшний день, так у нас получается, в 2014 году и в мае 2017 года были внесены изменения в федеральный закон 53-й о прохождении военной службы. Теперь с 2014 года граждане, получившие высшее образование, а с 2017 года, с мая месяца, граждане, получившие среднеспециальное, среднепрофессиональное образование, имеют право выбора. Они теперь могут пойти либо на военную службу по призыву на один год, либо пойти на военную службу по контракту, но уже на два года. Заключают контракт, вернее, обращаются на пункт отбора, выбирают регион, куда поедут служить, заключают контракт воинской части, прибывают туда. Для этого у них будет три месяца испытательный срок в воинской части. Они будут получать денежное удовольствие, они будут размещены в расположении воинской части или будут снимать жилье и будут находиться в этой воинской части, получая денежное удовольствие. В течение 90 суток, если уже военнослужащий понял, что по каким-то причинам военнослужба по контракту это не его или, допустим, командир подразделения, команда вне воинской части пришли к тому, что гражданин бывает не готов. Он посмотрел, может быть, фильм какой-то патриотический, еще что-нибудь поверхностно. Когда пришел, стал в строй в ряды вооруженных сил, то есть понял, что такое более сильная ответственность, подготовка необходимая и так далее. Осознал, что взял чрезмерную нагрузку на себя. Да, может быть и такое. В этом ничего плохого нет. То есть люди до конца не понимают, что будет происходить. То, конечно, он имеет право отказаться, но он останется в этой воинской части и дослужит свой год по призву в любом случае. И так же уедет с военным билетом домой, проблем никаких нет. То есть три месяца ему дается испытательный срок, денежное удовольствие, которое он получит за эти три месяца, возвращать уже никому не будет. Но просто уже вне расположения воинской части перейдет именно в расположение и будет уже находиться в составе подразделения, находиться в казарме. У него будет свое место, спальня и так далее. Будет находиться уже в расположении воинской части и уедет домой. Если состояние здоровья отменное, вы перечислили рода войск, в которые можно пойти, но куда выгоднее сегодня идти? Или люди выбирают в первую очередь город, местоположение? Ну да, в большинстве своем граждане, обращаясь на пункт отбора, конечно, предпочитают находиться на месте дома, здесь в Ульяновске находиться. Но пункт отбора организация такая, военная задача, у которого стоит проведение информационной, расследовательной работы среди граждан. То есть мы, я, офицер, у нас прапорщик, сержанты нашего пункта отбора, мы доносим информацию обязательно до кандидата о том, где лучше, где хуже. Ну, хуже не в плане там плохо, а люди же все идут, они ищут какую-то выгоду. То есть мы можем предоставить ему, допустим, не только, допустим, выбор, по крайней мере. Ну, выбор, да, выбор предоставит, и он будет понимать, почему он именно это выбрал. То есть на сегодняшний день, например, на аспорт проходит отбор, он ограниченный, бывает иногда, в прошлом году 2-3 месяца, в этом году, вот сейчас, мы работаем сейчас с 201-й военнобазой, это республика Таджикистан. Это воинская часть, которая находится за пределами Российской Федерации. На сегодняшний день стараемся агитировать граждан туда, потому что в этой воинской части выслуга день за три, денежное удовольствие очень высокое, оно увеличено более чем в два раза, нежели у военнослужащих, которые проходят военную службу на территории Российской Федерации. Ну, вот стараемся, чтобы гражданин осознал и пошел именно туда. То есть ему там будет более целесообразней начать свой путь военнослужащего. Да, у него там будут льготы, выслуга и так далее. То есть, ну, к примеру, гражданин прослужит три года, у него уже будет 9 лет воинской службы. То есть там идет день за три. Гражданская специальность большое имеет значение, или в вооруженных силах, как говорится, всему научат? Вы знаете, научат, но навыки, допустим, если студент, который закончил, вот там, допустим, да, вот недавно на руках у него диплом, механико-водитель трактора, ну, например, да, конечно, мы ему порекомендуем пойти лучше там в танковое подразделение, быть механиком-водителем, находиться в составе экипажа, у него будет три человека, там, четыре человека, в зависимости от единицы вооружения, то есть, ну, ему там будет проще в этом коллективе находиться, ему будет интересен там служить. Вот, мы, конечно же, обращаем внимание на гражданскую специальность, потому что армия, она не только даст, да, все эти социальные льготы, гарантии, но и даст основное, что это реализовать свои возможности. То есть, он пришел, реально механик, водитель, там, гусеничной техники, конечно, он будет механиком-водителем танка, если его это, конечно, устроит кандидата, и он будет получать необходимые там какие-то навыки вождения и так далее, то есть, ему это именно все дадут. И у него будет уже опыт, это самое главное, да. Если, конечно, кандидат приходит, у него образование там связанное что-то там с компьютерной техникой или еще что-нибудь, там, может быть, он там был там оператором беспилотных летательных аппаратов или еще что-нибудь, но, конечно, мы постараемся найти подразделение и город, вот, подобрать именно воинскую часть, где он будет заниматься именно по своей специальности, он именно будет оператором беспилотных летательных аппаратов. Сейчас практически в каждой воинской части есть такие подразделения, вот, в состав которых, вот, беспилотные летательные аппараты, там есть операторы, есть командиры там и так далее. То есть, в значении играет. Вы упомянули механика-водителя, возможно ли сделать карьеру вот от этой низшей ступени и, допустим, до командира подразделения или даже дальше? На сегодняшний день все это возможно, это все реализовывается, проблем никаких нет. Структура вооруженных сил и само развитие военнослужащего построено таким образом, что если человек, военнослужащий, желает, сам продвигается, то есть проблем никаких нет, Министерство обороны ему только для этого все даст и поможет. Например, тот же механик-водитель танка, да, к примеру, вот, он там находится в должности, к примеру, там год механиком-водителем, после этого он может поехать, отсучиться в учебную воинскую часть и вернуться уже командиром танка, например. Командир танка, это уже сержантская должность, это уже другой тариф на разряд, другое денежное довольствие и так далее. Допустим, прослужив командиром танка, он уже может пойти, если до этого он получает высшее образование, может быть, у него уже было высшее образование, он может пойти на сегодняшний день, организованы такие курсы в некоторых военных училищах, то есть гражданин, имея высшее образование, да, вот военнослужащий имеет гражданское высшее образование, может быть, смежную специальность, может командиром части направиться для прохождения курсов. Это может быть 3-4 месяца, и после этих курсов уже военнослужащий контрактной службы вернется уже не сержантом, а офицером. То есть ему будет присвоено первое воинское звание лейтенант. Вернется воинская часть, уже будет офицером без военного училища, получается. Где живут контрактники? Это казарма обязательно или предоставляется какое-то служебное жилье в городе? На сегодняшний день все воинские части практически подошли к тому, чтобы на базе казарминого фонда создать так называемую кубриковая система. Существует большое расположение, разделенное на кубрики, как общежитие малосемейное. Четыре человека находятся в кубрике, в одном крыле, четыре человека в другом крыле. У них получается на этот кубрик душ, туалет, писсуар, шкаф, сушилка и так далее. То есть никаких проблем нет. Это если захочет кандидат, то есть уже военнослужащий, который прибывает в воинскую часть, находиться на территории воинской части, не платить там деньги, не снимать или еще что-нибудь, то в обязательном порядке его в воинской части разместят. Его поставят на довольствие, он будет питаться в столовой, деньги с него брать никто не будет, проблем никаких нет. Если военнослужащий желает находиться вне расположения воинской части, он имеет право, военнослужащий по контракту, он имеет право находиться вне расположения воинской части, имеется в виду проживать постоянно. Он может находиться на территории, к примеру, военного городка. Бывает такое, что городок военный был построен определенное время назад, воинской части штат меняется, бывает, либо расформировывается, либо наоборот увеличивается. Ну и бывает такое, что военный городок, там был один пятиэтажный дом, был рассчитан именно на воинскую, на эту воинскую часть. Жилого фонда не хватает, другими словами. Да, жилого фонда, другими словами, не хватает, да. Но Министерство обороны обязано в первую очередь военнослужащего обеспечить. Так как оно не может предоставить ему жилой фонд, он имеет право пойти снимать квартиру. Будет выплачиваться каждый месяц компенсация за съем под наем жилого помещения. Все будет зависеть от региона, количества членов семьи и так далее. От 300 до 15 тысяч рублей, это для солдат-сержантов. Если же военнослужащий категории прапорщик, либо офицер, выплачивать практически в стопроцентном размере. То есть от аренды жилья. Каким образом можно постоянное жилье заслужить или получить? Постоянное жилье на сегодняшний день. Все военнослужащие, заключившие контракт после 2005 года, они находятся в системе военной ипотеки. То есть это работает следующим образом. Военнослужащий при заключении второго контракта становится участником военной ипотеки. Министерство обороны ежегодно военнослужащему перечисляет определенную сумму денег. И через 5-6 лет военнослужащие уже имеют право воспользоваться военной ипотекой. На сегодняшний день это работает так. Есть определенные банки, которые работают с Министерством обороны. Они предоставляют определенный кредит, за который платит Министерство обороны. То есть на сегодняшний день военнослужащему выдается порядка 3 миллионов, 3 миллионов 200, 400 и так далее. В зависимости от прослуженного времени. То есть через 6 лет можно уже стать владельцем квартиры. Приобрести ее можно в любом регионе Российской Федерации. И пока военнослужащий служит, Министерство обороны будет за него платить. Куда обращаться, если вдруг сейчас кто-то заинтересовался нашей беседой и готов стать контрактником? В общем, граждане мужского пола, они все находятся на воинском учете. Как правило, это по месту регистрации. То есть по месту регистрации у них есть свой отдел военного комиссариата. Могут обратиться туда, если районы отдаленные. Если гражданин находится на территории города Ульяновска, то Карломаркса 39А, вход со стороны Робеспьера у нас. Пункт отбора на военнослужащий по контракту. Вывеска висит. Работаем в круглосуточном режиме. То есть дежурно на месте. Также в дубльгисе есть информация, номер телефона. Можно позвонить днем, ночью. Без разницы, информацию гражданин получит. Хотелось бы также отметить, что мы работаем... Пункт отбора работает независимо от весеннего, осеннего призыва. То есть мы работаем в семидневном формате, дежурный на месте. То есть проблем никаких нет. Можно обращаться. Бывает такое, что гражданин получает диплом, к примеру, среднеспециальное образование, среднепрофессиональное образование в июне месяце. То есть ему уже, если он решил пойти послужить по контракту, он может дожидаться, к примеру, осеннего призыва. Он может 19-го диплом получил, 20-го уже прийти и уже к этому промежутку времени стоять в строю. В общем, Карл Маркс 39А, вход со стороны Робеспьера. Вывеска большая, баннер висит. Можно подойти, а так, в отдел военного комиссариата по месту постановки на военский учет. Сегодня в программе «Тема дня» мы говорили о службе по контракту. Как можно в Ульяновске оформить документы и попасть на нее.